всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал добро пожаловать в канаду сегодня я к вам с видео полюбившимся вам видео мои находки в секонд-хенде украшения бижутерии винтажные не очень винтажные разные всякой я немножко сегодня хочу показать вам немножко другом формате я буду показывать камеру переверну и буду показывать на столе чтобы лучше было видно не так как я обычно показываю сидя вот за столом и показываю вам вот так руках мне кажется это не очень хорошо видно вам и вы не очень хорошо видите то что я показываю поэтому я решил поменять немножко формат и потом конечно я все это примере на себя как всегда я это делаю и покажу вам все эти украшения на себе итак давайте начнем рассматривать я надеюсь что у нас все получится с моим новым форматом вернее это не совсем новое я вам показывала такую распаковку когда распаковала мешок из секонд-хенда пакет с украшениями мне все время кажется что у меня очень темная картинка хотя у меня здесь и свет на потолке и свет из окна из искусственный свет специально блогерский круглый вот этот вот круг яркий но тем не менее мне все время кажется что у меня или это у меня в глазах темно или это у меня экран телефона темно я надеюсь что вам все хорошо видно и давайте вот я вам показываю общую картину сейчас я все это отодвину и начну показывать все украшения по очереди и начнем мы наверное вот с этого потому что янтарь это янтарь настоящая нитка янтаря очень интересный потому что лично для меня я очень люблю такой янтарь именно не круглый а вот такой вот колючий из осколков я понимаю что умение ценный потому что янтарь круглый большие такие куски янтаря они намного более ценны чем вот эти вот осколочки но мне лично нравится намного больше вот именно вот такой формат потому что он каждый каждая бусина отличается цветом формой прозрачностью фактурой здесь какие то есть они не не перфектности знаете вот как будто бы какие-то damage изъявлены и мне кажется что этим именно вот такой янтарь и вообще любой камень именно этим красив хотя объективно я понимаю что это удешевляет его потому что это какие-то осколки и в принципе как бы они менее ценны но мне ужасно это нравится именно вот тем что он нестандартный необычный очень красивый нитка длинная застежки в ней нету я не знаю как она попала в канадский секонд-хенд подозреваю что завезена приезжими из европейской части нашей нашей планеты возможно даже из Прибалтики или бывшего СССР или Чехословакия тоже по-моему продают у них есть янтарь ну в общем это неважно на самом деле очень красиво красиво смотрится я отдаю себе отчет что это немножко старомодные бусы когда-то они были в большой моде и в почете а сейчас они как бы не совсем современный так сказать вид украшений но если их сочетать с чем-то более современными и более трендовым так скажем получается очень очень красиво давайте возьмем следующее украшение это брошь брошь вот такая птичка здесь есть маркировка здесь она состоит из двух частей золото и серебро девочки за желтый металл из и серебряный металл цвета серебра и цвета золота но вот этот желтый металл это по золото на самом деле я нашла в интернете такую же брошь не такой же очень похожего немножко другого цвета но под той же формы той же маркировкой сейчас я найду себя в телефоне и прочитаю вам что за маркировкой что это за брошь пока положили сюда чтобы любовались я конечно поставлю фотографию того чего я нашла нашла я такую же птичку только все все сделанную желтом металле и по моему вот только вот эта часть сделана в белом металле и написано что это фав дизайн то есть это такой бренд канадский эф и эф дизайн винтажная брошь с 18 18 карат по золотой но как вы видите на картинке это немножко другая брошь хотя она абсолютно абсолютно идентичная но она вся желтая поэтому я не знаю насколько позолоченные части мои мои птички но будем надеяться видите здесь эта маркировка фав и эф дизайн я никогда про не не слышала но посмотревшую в интернете как бы найдя по картинке эту брошь я вот нашла вот что она и кто она и как она сделана написано что это винтаж ведь она так склепана две части и она такая толстенькая и есть вот эта нижняя часть подложка и верхняя часть вот они вот на такой вот заклепки вот такая вот брошечка дальше у нас идет колье я когда увидела в магазине очень долго сомневалась покупать его или нет если честно я мне казалось что это что-то возможно современное возможно дешевое что-то китайское непонятно что потому что вот такие крупные большие звенья застежка вот это тоже как бы обычно такие делают в хендмейт но не всегда есть украшение с такой вот застежка которые сделаны и на фабрике не ручной работы не самодеятельность а именно вот фабричную работу мне просто она понравилась вот чисто понравилось потому что такие большие звенья золотые с жемчужинками прекрасном состоянии прекрасно выглядит ну и какое-то шестое чувство мне подсказывало что что-то есть в этом в этом ожерелье что выдает его так сказать винтажность и не дешево не дешевизну так скажем может быть вот эти вот крепления вот вы видите она очень сложно сделано вот здесь вот не просто какие-то вот колечки звенья которые один в другой переходит а вот такие вот сложные крепления обычно как правило это какие-то винтажные дорогие вещи делались вот таким вот образом винтажности опять же я сомневаюсь написано что это винтаж в описании опять же по картинке найдены мной но этот застежка меня как-то наводит на мысль что если это винтаж что не очень поздний сейчас я найду у меня в телефоне то что я нашла в описании этой штуки так что же они пишут да не пишет что это винтаж не написано название никакого бренда не знаю в общем ничего не могу сказать но в разных источниках я находила ее и везде в одном месте за нее хотели 50 долларов 48 87 в другом 88 долларов поэтому как бы больше того там где за нее просили 88 долларов было написано что она продана ну может быть или не продали за 88 но что то такое а за 48 долларов она есть продажа свободно ее можно купить поэтому ну вы знаете все эти поиски в на ebay эти и прочих других площадках пошмарк это как бы не показатель стоимости настоящей потому что никто не знает за сколько ее продали может быть человек который выставил ее за 88 продал ее за 30 ему предложили цену он решил избавиться от той вещи которая долго находилась у него в продаже я если честно есть какая-то программа которую можно видеть на ebay за сколько вещь было продано на самом деле но я у меня ее нету я в общем не очень как бы пытаюсь ее заполучить просто потому что мне это не важно я это не продаю я собираю для своей коллекции если мне уж совсем на хлеб и масло не будет хватать может я начну их продавать хотя в любые продажи это так муторно и сложно у нас что так трудно все продается что если честно я не знаю если я вообще этим буду заниматься когда-либо вот такое украшение следующее я нашла она тоже маркирована это же очень красивая посмотрите как это красиво это такое колье сделано в белом металле с меркозитами вот такая вот цепочка крючок застежка крючок застежка крючок что говорит о ее возрасте конечно это это ее его этого украшения этом колье и она очень легкая необыкновенно легкая я очень долго стояла тоже над ними знала брать не потому что мне показалось легкость его знаете я привыкла к тому что украшения винтажные дорогие хорошего качества они обычно тяжелые вот именно тем и отличаются а вот всякий китай современные поздние украшения они очень легкие но она мне настолько понравилось вот чисто внешне что я подумала что ну даже если это не винтаж то за цену которая она стоила по-моему 399 я просто с удовольствием буду его носить выглядит она как винтажное и пускай будет у меня ну вот крючок мне навел на мысль но опять же она настолько хорошо сохранившись и настолько нового нет никаких вот абсолютно никаких повреждений какого схода покрытий что очень необычно для винтажных вещей и потом перевернувший его я увидела здесь маркировку очень долго разглядывала здесь написаны буквы потом я тоже кстати по изображению нашла его в интернете это украшение опять же меня навело на мысль того что она не совсем простое вот именно вот эти вот манера крепления не просто какие-то вот знаете колечки скрепленного вот таким вот интересным не дешевым я бы сказала образом причем на каждой на каждом из этих креплений стоит маркировка и оказалось что это так сейчас я буду смотреть и читать а вы пока рассматривайте любуйтесь написано что это немецкая меркозит ожерелье сделано из алюминия поэтому он такой дешевый дешевая тоже поэтому она такая легкая написано что маркирована она маркировка dbgr и потом это такие буквы четыре буквы присмотревшись к к нему я поняла что да это вот оно и есть и я нашла на эсси такую же точную колье с клипсами за цену 71 доллар 42 цента опять же это не так важно но приятно опять же не знаю за сколько она продалась по моему еще не продалась вот но во всяком случае значит маркированное немецкое ожерелье даже не написано что это винтаж но я подозреваю что это винтаж вот такая вот красота очень красиво смотрится на шеи просто очень красиво еще одно украшение тоже ожерелье вот здесь как бы мне не было сомнений винтажности его его происхождение потому что я как бы знаю эти ожерелье я видела подобные очень часто вот распаковка блогеров которые показывают винтажные украшения потом уже мне немножко глаз как наметался наметанный наметался мой глаз я как бы могу видеть и могу определить что это действительно винтажное украшение это бренд винтажный кора здесь нет маркировок но вот этот вот на цепочке шилдик вот этот вот как бы окончание такой цепочки это некоторые ожерелье кора которые не маркировались или даже маркировались но тем не менее имели вот такой вот на конце как бы вот такой вот медальон что ли который как бы говорит о том какому бренду она принадлежит но и опять же крючок на мое удивление на крючке нету надписи кора обычно они пишут или вот я нашла подобное ожерелье у них где-то было что еще какая-то была вот здесь вот одно звено в котором было написано что это кора в общем короче винтажные украшения маркировались очень по-разному в разные годы и в разное время когда их производили но вот по этому вот значку я совершенно точно определила его принадлежность и она у меня тоже где-то я его находила сейчас я них не нахожу его в своем телефоне но я вам обязательно поставлю картинку его к сожалению ну в общем по-любому это кора и тоже она где-то у меня высветилась за какую-то сумму там 30-40 долларов это неважно я нашла похожее не точно такое но я уверена что это винтаж потому что вот такого типа ожерелье они очень часто именно винтажные как правило винтажные потом у него есть небольшой сход покрытия на цепочке я понимаю что мы винтаж на прекрасном состоянии практически новое и тоже очень и очень красиво выглядит на шее вот мне кажется что сейчас я вижу что вот здесь вот есть маркировка может мне кажется нет нету ничего очень нежная прекрасно красивое ожерелье прекрасно переливается аврора бореалис кристаллы здесь вот это вот листики из эмали потрясающая красота украшения задняя сторона вот таким вот образом выглядит тоже очень характерно для винтажных украшений бренда кора вот такой вот красивая очень абсолютно винтажное украшение следующее это брошь такая интересная знаете я сначала тоже когда ее взяла в руки я подумала что это какой-то непонятно какой-то хендмейт или непонятно что потому что мне сначала показалось что вот эти вот листики лепесточки сделаны из какой-то кожи что-то какой-то бумаги такой промасленной не знаю настолько они тонкие настолько они сделаны деликатно я бы сказала что я даже как-то сначала растерялась но потом как бы приблизившись взявшие в руки я посмотрела увидела вот здесь вот эмалевые вот эти вот листья зеленые очень красивые увидела немножечко такое знаете состарившиеся вот эти лепесточки поняла что это конечно винтажная вещь интересно очень сделано сзади она вот такие вот пластиковые основания для этих листочков видите причем вот здесь вот металл вот этот он заходит в этот пластик и на на этих пластиковом основании уже находятся пластиковые лепесточки вот этой самой значит броши не знаю анютины глазки или что это такое но очень красивый цвет и очень красивая форма по застежке тоже можно сказать что она винтажная как вы видите она такая видно что она не новая не современная и вот всякие вот здесь вот пайка и все вот это вот видно что это конечно не новая вещь не современная вещь очень красивая необычная у меня с ним произошла вот такая вот история сейчас я вам расскажу положить чтобы было лучше видно значит сканировав ее изображение я сначала нашла брошь точно такую же точно такую же сейчас вам поставлю картинку но вместо двух цветочков там было три цветочка сзади абсолютно то же самое вот такая же вот такие же зеленые пластиковые основы но только это было еще один как будто бы вот отсюда шел еще один металлический стерженек и на нем сидел еще один вот такой цветочек я подумала что возможно у меня просто он отломан но я очень тщательно ее изучала и рассматривала и искала и я не нашла ни следов никаких что здесь была еще одна веточка вот это вот металлическая что она отломалась обычно это видно знаете когда есть какой-то облом то остается какой-то пенечек от нее бы остался я сначала подумала что может она отломалась люди просто откусили вот этот вот лепесток и решили заставить два цветочка но нет нет никаких следов отлома я поломки я не нашла и и стал я искать дальше и нашла что есть такие броши и с двумя цветками то есть это несколько вариантов было выпущено таких брошей тоже маркировки на нее нету и написано что это просто винтажная винтажная брошь существует видите как два цветка как один цветок как три цветка и как два цветка существует еще клипсы я нашла картинку где продается она с клипсами наверное они красивые вот именно два цветка и клипсы но у меня клипс нету может быть я поищу и постараюсь найти но вряд ли конечно мне так сильно повезет продает ее тоже порядка 40-30 долларов на эти по разному с клипсами без клипс там очень все зависит но как бы все эти вещи которые без маркировки которые не каких-то очень известных винтажных ювелирных компаний они все примерно подается где-то вот 30 до 50 долларов ценности это не велико не великая уж не такая большая но просто красивая вещь и последнее вот такая вот вещь совершенно необыкновенной красоты браслет вот такой вот формы внутри видите сделаны как будто бы вот под этими камушками сделаны сделано отверстие в основании как бы этом браслета в металлическом основании он открывается довольно туго вот у него здесь магнит так вот он захлопывается здесь у него пружинка сразу вам его одену покажу на руке размером не очень подходящего что я вам уже говорила ой защемило кожу слушать что у меня проблема потому что у меня украшение браслеты все мне велики а ну а этот вот как раз в самый раз я вам потом еще покажу как все свои украшения издали наверное покажу подальше как это выглядит на руке вот сейчас показываю так снимается он надевается легко все как все браслеты с магнитом единственно что цепляется за кожу когда его слишком резко снимаешь давайте будем его рассматривать и сейчас я вам прочитаю я нашла очень много вариантов этого браслета и я честно говоря сконфужена потому что сначала когда я нашла такой браслет и написано что это восьмидесятых годов кенджи кенджи джей лэйн я точно не никогда не могу правильно произнести маркирует его кей джей л кенджи лэйн по моему или как то так я когда его увидела я немножко офигела от цены потому что цена стояла триста восемьдесят семь канадских долларов я подумала ничего себе вот этот клад я нашла но потом приглядевшись картинки вот к этой которые вам сейчас показываю я увидела что на внутренней стороне того браслета который был на картинке не было вот этих вот отверстий то есть металлическая основа была сплошная без отверстий и тут поковырявшись еще я нашла когда и первый браслет было написано что он маркирован и была маркировка на нем действительно я нашла то есть такой браслет вот с такими же отверстиями где тоже было написано что это кенджи кенджи лэйн так это называется но я как бы предполагаю что имеется ввиду что это киджи ил тот же самый компания значит и цена стояла уже в 54 доллара то есть не знаю в общем я находила очень много вариантов этого браслета еще один вариант это же есть картинка с клипсами где написано что это винтажный браслет значит 60-х годов про продан уже за сколько продан не знаю а за 95 долларов вот написано вот точно такой вот с отверстиями было написано что это винтажный браслет бирюзовые кабошоны 60-х годов продан за 95 долларов американских без маркировки и без названия компаний в общем я в конфузе и скорее всего что то что я нашла абсолютно точно такой же абсолютно точно такой же он без маркировки и видимо это не совсем кенджи лэйн наверно потому что маркировки нету и вот эти вот пустоты так сказать в основании меня смутили и в общем не знаю девочки что вам сказать опять же по качеству и по может я плохо искала маркировку меня нигде не нашла по качеству по красоте и по тяжести видно что это какая-то хорошая дорогая вещь не знаю это 80-е годы 90-е 60-е это бренд кенджи лэйн или это нет но по-любому это очень красивая вещь если учесть что нам досталось там долларов за 8 то в принципе я думаю что я не осталась на кладе по-любому ну вот такое видео вот такие у меня находки надеюсь вам понравилось надеюсь вам было интересно надеюсь что вы получили удовольствие глядя на это видео я очень вам благодарна что вы его посмотрели что вы посмотрели до конца еще больше я буду благодарна если вы мне поставите лайк и подпишитесь на мой канал а на сегодня все увидимся снова в следующем видео примерок украшений покупок всего что мы девочки любим и всего что я люблю и пытаюсь вам показать чтобы поднять его настроение и немножко как-то сделать нашу жизнь веселее и прекраснее все люблю целую пока пока вы